Значит, сейчас я читаю вторую, как бы, лекцию, краткую, из цикла лекции университета Казанкова. Значит, когда я снял первую, про португальцев, вернее, когда Юра снял первую, я обратил внимание, что на это дерево, как на доску, можно наклеивать всякие иллюстративные материалы. Вот. Но я прокололся, ну, как всегда, по закону подлости, не проверил. У меня сейчас этот пластырь не работает. Слишком долго с него отколупывают, значит, необходимые куски пластыря. Поэтому я буду по-прежнему просто показывать. Значит, цикл лекций называется так. Впереди планеты всей. От неандертальцев до португальцев. То есть до голландцев. И про португальцев я уже сказал. Теперь остается сказать про неандертальцев и голландцев. Вопрос, с кого я начать? Значит, а потом я расскажу вам про всех, кто был между неандертальцами и голландцами. Но начну, допустим, с неандертальцев. Значит, неандертальцы когда-то вытеснили денистского человека из Азии, или, по крайней мере, продвигались в Азию, поэтому они могут считаться прогрессивным видом. Но, вообще-то говоря, когда-то впереди планеты всей была Африка. Почему? Потому что там человекообразные обезьяны. Был тогда когда-то Триар де Шарден, который пытался организовать экспедиции, которые бы нашли остатки человекообразных обезьян в Монголии. Но их так и не нашли. Предположим, мог ли быть Мадагаскар впереди планеты всей? Нет, потому что там живут только лемуры, а никаких обезьян там нет. Вот тут человек разговаривает рядом со мной, но я буду орать громче. Ну вот. Значит, дальше. Например, Австралия могла бы быть впереди планеты всей? Нет, потому что там живут примитивные сумочные существа. А вот такие высокоразвитые существа, как мы, могли эволюционировать только от обезьян, от которых мы отделились, от шимпанза, например, 7 миллионов лет назад. Вот. Поэтому когда-то впереди планеты всей была Африка, а потом человек вышел из Африки. И об этом я уже рассказывал. Значит, я хотел взять нормальную указку, но забыл. И по дороге я взял такую веточку, которая будет служить мне указкой. Значит, и вот человек вышел за пределы Африки. Вот здесь он пересек Бак-Эль-Мандепский пролив. И здесь, значит, отображены гоплогруппы, значит, гоплогруппы Игорь-Хромосомы. И вот та, от которой все мы произошли, это гоплогруппа Ф здесь где-то в долине реки Иордан. Вот. И люди, которые пошли на север, они, грубо говоря, посветлели, как вы можете заметить. То есть здесь в окрестностях никаких негров не наблюдается. У монголоиды иногда, но монголоиды тоже. И произошла так называемая педоморфизация. Вот я показываю, значит, обводы головы нормального шимпанзе, который вырос, и у которого выросли вперед челюсти и такой надбровной дуги. А вот детеныш шимпанзе, он здесь у меня замазан, вот, потому что, с другой стороны, это вот Седрик Бук, который занимался этими проблемами, знаменитый каталонский ученый. Но я перерисовал. Вот где-то подробно. То есть педоморфизм – это, значит, утиление детообразности. И вот этот педоморфизм происходил, значит, три раза. Сначала он произошел среди бушменов, они самые педоморфные. Потом он, в последний раз он произошел в пустынях Центральной Азии, и появились монголоиды. Но он еще произошел вот здесь, и здесь появился язык. И вот с тех пор, значит, европеоиды с монголоидами стали, как бы, обгонять африканские... Ну, язык, в смысле, речи, что ли. Ну, речь произошла здесь, потом она распространилась сюда, она распространилась и в Африку, и в Австралию. Но с тех пор вот свет северный, так сказать, под вид, об этом писал, значит, Филипп Раштон. Но сейчас я не буду углубляться в это. Я рассказал про неандертальцев немного. Вот, люди их истребили, благодаря там извержению вулкана, 40 тысяч лет назад. Они лучше приспособились, не помню, как он, возле Неаполя был очень большой вулкан. Но теперь я перехожу, допустим, плавно перескакиваю от, значит, неандертальцев к голландцам. А потом этот, значит, разрыв будет сужаться. То есть перед, значит, голландцами были португальцы и испанцы, о которых я мало говорил, но они очень сильно соперничали с португальцами даже в Азнатическом океане. Вот, но в основном я сегодня буду говорить про голландцев. И вот, поскольку у меня скотч не работает, то я, значит, достаю просто то, что я хотел приклеить. И то, что я хотел приклеить, начинается не с голландцев. Вот это вот люди, которые называются Франк Лемке и Юахим Зайфер. The destruction of the city of Akkad by cosmic asteroid impact and the link to the global climate change. И об этом я рассказывал вот возле того дерева, а не возле этого дерева год назад. Вот. Но я забыл показать эту статью. То есть идея заключается в том, что астероид врезался возле города Акад, наступила 100-летняя засуха, и пошла, значит, ну, исчезла несколько цивилизаций. В результате появился такой народ Юэджи, который научил гуннов воевать. Гунны пришли в Европу, прогнали Вестготов, значит, через Дуна, а те разрушили Римскую империю. Вот вам, значит, причинно-следственная связь. Но почему я это рассказывал? Потому что, значит, самая моя популярная лекция, это, значит, на канале Спас. И вот там примерно на странице 18, то есть на минуте 18, значит, ведущий, которого зовут Константин Мацан, я ему объясняю, что вот ученые должны защищать человечество от вымирания. А вымирание может наступить в результате прилета астероидов величиной, в результате которого вымерли динозавры. Поэтому нужно держать руку на пульсе. А вот этот Мацан мне сказал, а что если еще один астероид... Вот сейчас его интонацию копирую. А что если еще один астероид прилетит? И я так не нашелся, что ответить, а потом, наверное, ну, ответил что-то. А потом я нашел, значит, лекцию такого Эда Лу, бывшего космонавта, который объяснял, что для того, чтобы отклонить полет астероида, много усилий не надо. Он же движется, и Земля движется. Если вы в него попадете чем-то типа ракеты, не нужно его взрывать. Нужно немного отклонить его, значит, траекторию, чтобы он не столкнулся с Землей. И это просто сделать. Но для того, чтобы сделать это, нужно проводить мониторинг неба, чтобы заранее знать, откуда к нам могут прилететь эти фигни. И самое трудное, это убедить правительство, что это нужно делать. Самое трудное не отклонить астероид. Самое трудное убедить мудаков в правительстве, что этим нужно заниматься. А эти мудаки в правительстве чем-то похожи вот на этого ведущего. Ведущего я не обзываю. Только правительство. Ну вот. Значит, вот такие дела. И поэтому, значит, я сейчас, прежде чем приступить к голландцам, еще вам скажу такую вещь. Ну вот, в продолжении темы. Что вот я купил эту книгу Пелевина. Прочитать не могу. Потому что хуже, чем другие. Но он тут, значит, называется книга «Трансгуманизм инкорпорейтед». А я как-то два раза выступал по телевидению с главным трансгуманизмом, которого зовут Данила Медведев. Последний раз я смотрел. Ну, один раз на передаче у Шведкова. Вот там наша цивилизация не последняя. И вдвоем на каком-то кабельном телевидении, на котором ведущий и в слово не давал сказать. Он все время лез со своими глупостями. И для того, чтобы его перебить, приходилось орать и говорить, что... Ну вот в данном случае, почему я об этом говорю? Потому что Виктор Пелевин не прав. Он тут говорит про банки. Про всяких замороженных, значит, товарищей, которые, значит, сохраняют свои мозги в банках и, значит, навязывают волю основному человечеству. Но идея не в этом. Идея заключается в том, чтобы перенести, о чем я говорил много раз на всяких телевидениях, чтобы перенести человеческую личность на искусственные носители. Если человек не думает, что душу нельзя скопировать, ну, допустим, души нет, это просто мозг, то тогда, значит, задача заключается в том, чтобы нашу личность перенести на искусственный носитель. Я не буду обсуждать эту проблему, я уверен, что это решаемо и что это будет сделано, значит, в точке сингулярности в 2050 году. Но Виктору Пелевину я предлагаю другую тему, например, что эту задачу, значит, первыми решают китайцы. И они создают единый китайский мозг и начинают эксплуатировать остальных. Вот это более чудовищная идея, чем та, чем та, которая, значит, осмысливается в этой книге. Вот. И как-то я не мог уснуть и думал... Значит, сейчас я подойду к одной штуке. И думал... Вот, кстати, вот надо мной, вот над этой штукой, в которой у меня инструмент, тут находится клуб, значит, Папа Блюз, в котором мало места, и люди не могут проникнуть на диван, который находится в углу комнаты. И через два года я догадался, что нужно вынуть одно кресло и поставить его, освободить проход, и, значит, перед столом будет дополнительное место. Об этом люди не могли догадаться два года. И я не мог догадаться, я лазил под этим столом. А потом мне сверкнуло, и, соответственно, значит, я сделал небольшое открытие. Ну, у меня открытие несколько штук. Вот. Так вот. Перенесение человека на искусственное носительное. Вот эта пачка, черт знает чего, на которой по алфавиту написана вся информация, которая мне потребуется для сегодняшней лекции. Такой ящик, я его не мог провести, у меня, значит, по всем темам вот примерно такого размера. Это значит, что я ничего не могу забыть. Если я чего-то забыл, я открываю нужную букву, вулкан, и читаю там, какой вулкан... Проходите, вы нам не мешаете. Только пройдите, пожалуйста. Окей. Видите, значит, человек как бы... Молчу. Ну вот, но пока мне это... Вот это мой механический товарищ. Все инвестиции работают над тем, чтобы такую систему подключить непосредственно к мозгу, чтобы интернет работал, чтобы вы могли найти, что вам надо в интернете не за 20 минут, а за одну секунду, и это будет сделано. Но это все не касается голландцев. Теперь переходим к голландцам. Все, что я хотел сказать помимо голландцев, уже в сказке. Теперь кратко освещаем голландцев. Вот. Первое, что написано про голландцев, это Дирк Герец Помп. Помп. Или, как его называли, Дирк Чайна. То есть Дирк Китаец. Это такой торговец, который, значит, ну, допустим, там, он в 1555 году, он его послали в Лиссабон, который по-португальски называется Лишбо, для того, чтобы он там учил португальский язык, и потом он занимался торговлей. А потом он участвовал в огромном количестве всяких плавней, потому что он сообщил голландцам, как, значит, как обставить португальцев. То есть было два таких человека. Линс Хаутен, с которым он познакомился, который опубликовал свою книгу, он работал, значит, секретарем архиекип, архиекип и епископа в Гоа, португальской колонии, и тоже собрал все сведения о португальцах и, значит, решил рассказать голландцам, как обскакать португальцам. Значит, и он издал такую книгу, сейчас не буду говорить, в каком году, но, соответственно, в 17 веке, которая называется Итенерарио, в которой он описал все эти морские дороги, а португальцы, естественно, держали их в очень сильном секрете. И вот, значит, португальцы потеряли независимость, о чем я говорил в прошлый раз. Значит, там была битва при Альканторе. У нас была преподаватель, все называли Сара Алькантора. Вот это как раз битва была, в которой португальцы потеряли свою независимость на 60 лет и попали в подчинение Испании. А Испания запретила торговлю. А торговали в основном голландцы, значит, с Лиссабоном. Вот так скажем. После чего, значит, стали голландцы осуществлять всякие плавания. Вот. И в одном из этих плаваний участвовал вот этот бомб. Он, в конце концов, в Альпараеса попал в плен. Он участвовал в самом неудачном плавании, значит, якобы Маху, который, как я уже говорил, умер от лихорадки на острове Зеленого мыса. Вот. А этот попал, значит, в плен в Альпараеса. Его перевезли куда-то там, в Мексику. Потом держали их в плену 7 лет, потом выпустили. И он во время путешествия обратно на родину умер. Вот так закончил свою жизнь великий человек Дирк Китаец. Дирк Помп. Дирк Помп. Значит, теперь достаем следующую иллюстрацию. Это относительно селедки, которая называется гиббинг. И в прошлый раз я ее неудачно поедал. В этот раз, значит, я изготовил колоссальную, значит, заранее приготовил. Вот, я сейчас достаю эту голландскую селедку. То есть, это на самом деле наша селедка, на которой даже не написано, что это исландская селедка. И вот это гриб, который я не буду есть, для того, чтобы не терять время. А на следующем грибе у меня кусок селедки. Вот здесь вот на грибе кусок селедки. И вот голландцы едят так селедку, и, значит, Юра знает, как это называется, а я это не могу никак вспомнить. Ну, мы же говорили в прошлый раз. Мы уже говорили. И вот голландцы вот так вот вот а придумал все это Вильям Бейкельсон, который я, соответственно, ну, да, придумал вот в эти годы. Про это я тоже рассказывал. Значит, и вот голландцы монополизировали всю торговую в Северной, в Балтике и на Всеверном море. А потом они попали под владычество Испании. Там был такой король, Филипп II. Мудак. Сын его был сумасшедший. Значит, он как-то, я говорил, что он организовал, значит, он долго там спорил с Елизаветой, с которой переписывался Иван Грозный. Как раз Иван Грозный, по-моему, умер. В тот год, когда испанцы послали свою непобедимую армаду. Бесполезно он переписывался. Вот. И, значит, этот товарищ был довольно глупый, а в это время в Нидерландах стал распространять проходить и стал, блин, как только ты говоришь людям проходите, с ними случается что-то необычное. Окей. Я должен сказать, что в этом смысле люди напознают кошек. То есть, то, как кошка реагирует на человека, значит, показывает, что она глупее собаки. Вот. Незнакомого человека. И так. Значит, и... А эти люди, значит, были работящие. Вот. Я сейчас читал про протестантизм, то есть, реформация, которая случилась, допустим, на первой, третьей, значит, Лютер и Мартин Лютер и Жака Кальвин, а голландцы все кальвинисты. Вот. Она распространилась в северных странах, потому что там было другое отношение к труду. То есть, поощрение труда. Не так, что вот богатый человек никуда не пролезет, не подходит к какой-то ушко. А в кальвинисте, значит, если ты богатый, значит, ты можешь быть спастерс. Или, например, сделал пуговицу и бог сказал хорошо. А они все время работали. Почему они работали? Вот, допустим, у нас есть книга Консуэлла, значит, как она называется? Консуэлла это Жорж Зан. Она описывает итальянку, которая говорит, вот там вы будете петь и плясать, и кто-нибудь пошлет вам пищу. Это в Неаполе. А какая-то там австрийка, ее критикует писательница, что она все время там где-то роется в амбарах, следит за тем, сколько у нее еды, там сколько у нее денег. На самом деле, на севере, если вы так не будете делать, вы подохнете зимой с голоду. Просто. Поэтому, значит, в этих широтах нужно больше трудиться. Им не подходит. И им больше подходил протестантизм. А их начали сжигать на кострах. Инквизиция. И вот, значит, они написали петицию, там, пармская, значит, Маргарета, Мархарет, им что-то обещала, потом взяла обещание назад, и вот, значит, в 1800, в 1567 году туда послали кровавого герцога Альбу, который нас называют Альба. А он на самом деле Альба. Но только испанцы не могут произносить буквы, поэтому у них получается Альба. А пишется он через В. Ну вот. И, значит, и он стал их сжигать. Там он 7 лет, за 7 лет он жёг там, я не знаю, несколько тысяч человек. Но потом появился Тилюлин Шпигель. Это появился писатель Шарт Кастер, который на французском языке написал книгу про Тилюлин Шпигель и про эти времена. Там потом появился Вильгельм Молчаливый и двух его товарищей Герцога Хорна и Эггмонта. Этот Альба вероломно захватил и убил. Ну, там, быстро собрали суд и их, значит, там, ну, я не знаю, что с ним сделать. Убили, короче. А Вильгельм не поверил всем этим обещаниям. И он, значит, убежал в Германию. У него была жена протестантка. Вот. А сын его, одного сына, его Филипп II забрал в Испанию, его первенца. Но у него родился второй сын, и которого звали Маурициус. Вы, наверное, знаете, что есть такой остров Маурициус. И вот его назвали в честь один из вице-адмирал этой экспедиции в Аннеку. Он назвал этот, когда он случайно его прибил к Маурициусу, он, значит, назвал этот остров Маврикин. В честь принца Аранского. Так вот, что придумал Аранский принц? Он придумал современную армию. То есть, когда я вам рассказывал про Батавию, значит, крушение Батавии, в результате которой там один идиот начал уничтожать людей, и он послал отряд, значит, на другой остров, где были честные моряки. И у тех честных моряков не было оружия. И вот он, значит, его захватили, они, значит, ну, очень победили этих людей, вооруженных мушкетами. А потом там, значит, снарядили вторую экспедицию или третью, и там уже без этого Корнелиуса, значит, там и руководил солдат. И вот эти солдаты в армии, значит, Вильгельма младшего, а, Мауриция, прошу прощения, Мауриция, я его, Морриса, Морриса, вот так, Мауриис. Ну, очень, тут сам черт ногу сломит, потому что нужно сравнивать французское, голландское и русское произношение. Вот, и вот эти вот солдаты, в Каре, они знали до 40 команд. И вот в этом фильме, в Ютьюбовском, который посвящен Батавии, вот этот солдат объяснил, что вы должны, значит, сделать несколько шагов, сделать залп, перезарядить мушкет, остановиться, потом сделать несколько шагов и снова выстрелить. И вот, используя такую тактику, они там убили и ранили сразу 4 человека, а до этого они терпели поражение. То есть, в чем идея? Идея заключается в том, что у вас есть мушкет, который вы заряжаете 3 минуты. У нас никто не знает про этого маврица и никто не интересуется островом Маврики. Естественно, потому что голландцы его в конце концов оставили, к чертову матери. То есть, французы его захватили, когда голландцам просто надоело торчать на этом острове, они его, значит, оставили. Так вот, когда-то он был базой. И, значит, у вас есть люди, которые делают выстрелы из мушкета и переходят в следующий ряд. Заходят следующие с заряженными мушкетами и следует следующий залп. Потом третье и к тому времени, когда эти ряды расходовались, первые успевают перезарядить мушкеты. И поэтому у вас непрерывный огонь. Ваши мушкеты нужно долго заряжать и к вам могут подсказкать и зарубить вас. Но если вы используете эту тактику, которую придумал этот Маурициус, то вы можете, значит, непрерывно вести огонь. Потом эту тактику еще совершил Густав Адольф. Если бы Густав Адольф не убили шведского короля, то, может быть, история Европы была бы другой. Но это вопрос о 30-летней войне, которая частично совпадает вот с этой войной между Испанией, ну, в данном случае уже Испанией, Португалией и Голландией. Голландия, на самом деле, это одна из провинций Нидерландов. Их называют, значит, голландцами или датч, значит, англичане, мы, но это как-то не совсем правильно, потому что голландцы сами предпочитают себя называть Нидерландцами, потому что это вот объединенная провинция Нидерландов. Ну вот. И эта война, это вторая по длительности война. То есть, самая длительная война в Европе, это столетняя война, известная, про которую я чуть-чуть скажу. А вот эта длилась 80 лет. Вы можете сами... Ну, она началась в 1568 году, скорее всего, и в 1648 году, ну, сейчас, я не могу очень быстро считать, но она точно Мюнцерским, значит, договором закончилась, тогда же, когда закончилась 30-летняя война. То есть, в 1648 году. Вот. И в 80 лет, с перерывом, там, на 12 лет с 1606 года, значит, она длилась. И голландцы нанесли несколько поражений испанцев. Помимо вот этого поражения в 1588 году, когда, значит, непобедимая Арбата сгинула. И вот, почему я начал об этом вещать? Потому что, вот видите, значит, еще одна девушка пыталась проникнуть, но это чары. То есть, никто здесь не может пройти, потому что, значит, имеется кинокамера. Вот. А вообще, это только оживляешь, когда люди проходят. Так вот, на них же приходится реагировать. Так вот, значит, Саврамат такой. Если вы хотите что-то знать про историю, наберите Саврамат, там, допустим, Золотая Орда, и Саврамат рассказывает про все. В настоящее время либо вы блогер, либо вы никто. То есть, если я хочу сравняться Савраматом, что-то он там неправильно назвал Генрихом и Плавкли, Энрике, ну и который, Infante don Enrique, вот как его называют, принц Энрике, значит, португальцы. Так вот, значит, ага, я упустил мысль. Короче, вот Саврамат, ты говорил, четыре победы было в 80-летнем. Да, 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 да. А он как раз рассказывал про, значит, великую, у него есть фильм про Неподима Армада, и он говорил, что этот герцог Пармский не знал, значит, не знал, что движется Неподима Армада, и поэтому не смог с ней соединиться, а он был где-то во Фландрии, он в это время очень успешно вел эту войну против голландцев, но в устье реки Шельда стояли люди, которых называют Water Heisen, то есть по-русски Гёзы, они только и ждали, когда этот Пармский выйдет в море, чтобы его разбомбить в усмерть и разделиться с англичанами славу победы, то есть англичане победили Испанцы без голландцев, а в это время они были союзниками с голландцем, если бы этот герцог Пармский Александр Форнезе высыл свой нос, ему бы просто оторвали голову в чертовой матери, потому что Гёзы были люди клевые. Ну вот, значит, теперь, соответственно, расскажем кое-что, вот, например, они взяли в 1572 году значит, город Бриль, вот, ну дальше это Ван Нек, про который я уже рассказывал, значит, это вот компания дальних странствий, которая была организована, все это во время войны, вот уже когда голландцы начали побеждать, они основывали эту компанию, компанию дальних странствий, а также есть Магелланова компания, которая отправила первые две кругосветные экспедиции, одна из них очень хреново закончила свои дни, значит, Якоб Махуа, вторая, значит, Оливера Ван Норта, вот прилично, теперь я покажу вам название этих битв, вот, чтобы вы легче искали их в интернете, это Креси, все 14 век, это Пуатье, это Азенкур, Столетняя война, да? Да, Столетняя война, а вот это Альжубароты, которая была похожа на них, там тоже французцев расстреляли, то есть испанцев, в данном случае, расстреляли, но не из Луков, как это отдельно англичане, а из Арбалетов, но там, как я уже сказал, были английские союзники, вот, а вот это вот битва, значит, при Кандурче, про которую рассказывается в аромат, вряд ли ты знаешь, между кем была битва при Кандурче, а там подписано Тамерлан и Тимур и Тахтамыш, вот в результате этой битвы кончилась Золотая Орда, но там пришлось все добивать кретерики, вот, теперь, вот это самое красочное, я первую, значит, такую, разукрасил, потом у меня кончились фломастеры, и это Фернадо Магальяеш, вот, можете читать книгу Антонио Пегафеты, Фернадо Магаляне, ну, просто, Фернадо Магеллана, его убили на острове Себу, вот, на острове, на самом деле, Мактан, и против него воевал, значит, местный вождь Дату-Лапу-Лапу, вот, и туда он ломанулся, в общем, с большим отрядом и сжег деревню, и думал, что, ну, он не мог быть, был поддержан, значит, артиллерией, его на мелководье убили, Магеллана, между прочим, Антонио Пегафета принимал участие в этой битве, но спасся, а после того, как они, значит, неудачно совершили эту, экспедицию на Мактан, потому что они хотели их обратить в христианство, как поручил, значит, испанский король, вот, то, значит, местный, местный раджа, который, водитель острова Себу, который, в общем-то, вдохновил на эту экспедицию, там убил 30 человек, они ели ноги оттуда унесли, вот так закончилась жизнь, значит, Фернандо Магеллана, а вот это второе кругосветное путешествие, значит, Жоффре де Луайса, значит, единственный человек, который написал о нем книгу, был Андреа Урданетта, их поймали португальцы, потому что португальцы, когда они не потеряли независимость, их поймали португальцы на Малокских островах, вот это прямо стихи, их поймали португальцы на Малокских островах, и, в общем, человек 20 вернулись в Испанию, и Урданетта написал, значит, об этом книгу, это было второе кругосветное путешествие, вот третье кругосветное путешествие, про которое я не буду рассказывать, Фрэнсис Дрейк, значит, а дальше было основано общество иезуитов неким Лайолой, я уже не помню, по-моему но это его родственники которые, ну, иезуитцы зачем он нужен был основатель иезуитов, чтобы бороться против протестантизма а также обращать неязычников всяких в христианцев, в католичество и поэтому Мартина Игнатия Лайола совершил 2, аж 2 круглосветных путешествий с целью обратить христианцев к китайцам, не больше, не меньше португальцы пытались значит, японцев, обратите христианство, из-за этого их выгнали и, значит, вместо них на их место заступили голландцы вот значит, это, опять же про Жофра Айси значит, Луайси это у меня тоже самое значит, ну, подробно вот это второе круглосветное путешествие и вот так, как называется мыс Бурь я сказал, Торментозо Кабо Торментозо, по-португальски а, значит, король приказал называть его Кабо де Бо Эшперанце то есть, мыс Доброй Надежды как он сейчас и называется вот, теперь смотрим, значит что у меня еще здесь есть значит, это Томас Кавендиш вот еще, это англичанин, который играбил Мартин Играцио де Лайола ну, в общем, он совершил 2 возможно, это годы первого путешествия но он, на самом деле, совершил в эти годы 2, значит, путешествия вот теперь у меня даже у меня просто я обалдею от Луайса ну, поскольку это малоизвестно то я все время собирал материалы я бы их наклеил на Тоску значит, Луайса мне сильно повезло этому а вот это вот вот ты знаешь, что это такое? кто знает, что это такое? не знаю это Феррайных Т. Ост Индиши Компани самая могущественная торговая компания мира которая была основана в 1602 году и там, значит, был такой значит, Питерсон Кун который, значит, в 1621 году вел войну против обитателей восставших обитателей острова Банда и он уничтожил то есть, там было 15 тысяч человек а после подавления восстания осталось 1 тысяч человек это был один из первых примеров такого, значит, европейского геноцида но, оно, во прямом смысле он был не европейский потому что для того, чтобы сделать это он пригласил японцев он пригласил японских самураев ну, японские самураи, естественно с мятежниками не церемонились и все это под эгидой ну, знаменитую, знаменитую компанию и его знаменитую, значит, руководитель этой компании вот теперь, значит вот это вот год битвы при Даунсе при котором, значит, голландцы разгромили ну, скажем так, испанскую испанский флот вот а перед этим была битва при Гибралтаре в результате которой в начале этой битвы был убит Хемскерк их всех называют фан и там всякие Яны и, в общем, Питер вот и, значит, он был убит это, тем не менее ему оторвало ногу в самом начале сражения но голландцы разбили испанцев и, значит, я не заинтересовала я думаю, это